Дорогие друзья, с вами Валерий Бовсуновский. Сегодня мы поговорим, под каким углом изучать язык программирования JavaScript. Итак, я бы сказал, что изучая JavaScript, надо понять, по крайней мере, я насчитал, 13 концепций. Первое должно быть понимание реализации области видимости и контекста. Как мы поступим? В видео, кто новичок, отвлекусь, школа spb-tut.ru, мы изучаем здесь три языка. Python, Kotlin и JavaScript. JavaScript. Начинаем с функций, не так, как у всех. Участники школы, я думаю, прошли функции GC. И теперь надо понять, как дальше работать. Итак, давайте в любом случае вот эти вот концепции сейчас понятно не будет. Давайте посмотрим на практике. Просто понаблюдайте за примером. А потом перечислим, что нужно понимать. По сути дела, либо ваш код будет делать то, что ему хочется, либо вы начнете раз навсегда разбираться. Скажу честно, несколько лет я тоже считал, что в принципе область видимости, наверное, как и разработчики практически всего мира, которые признаются и имеют на это смелость, что область видимости разбираюсь, этого достаточно. Так вот, недостаточно. Почему? Потому что именно разделение и понимание в конкретный момент времени области видимости и контекста и ведут к нормальному написанию кода в любых проявлениях. Давайте займемся кодом. Не переживайте, все получится. Итак, классы мы изучим чуть попозже. Поэтому мы уже вошли в классы. Ну, пробегусь и я буду рассказывать. Да, потому что нам сейчас важен констект, классами мы чуть попозже займемся. На сайте mdn.mozilla смотрим, в принципе, как пайтонскими. С 15-го года появилась человеческая класс, как и в всех нормальных языках инструкция названия класса и конструктор. Нечто похожее на init в пайтон. Поэтому, кто знает пайтон, новые классы GC очень легко будет разобраться. Итак, давайте создадим некий класс. Пусть это будет класс окей. Нам надо дойти до сути, чтобы потом понять, в чем мы будем разбираться. Все последующие уроки, их будет примерно 20, да, мы будем разбираться именно в контексте и области видимости. Пусть этот класс будет называться окей. Возьмем в классе два параметра. Name пусть будет. Ой, что-то я не то сделал. Нет, все я то сделал. Все я то сделал. Нам надо вот так сделать. Значит, сразу по ходу объясняю. В GC в новых классах ничего нет сложного. Первое, ключевое слово класс по пути названия класса. Дальше они придумали конструктор. Иными словами, конструктор задает некий параметр. То есть, то, что мы начальное хотим заложить в классе. Это могут быть любые допустимые слова. Мы возьмем name и word. Потому что мы будем писать программу, которая нам скажет, что Бавсуновский вам говорит, что все у вас получится. Далее идут скобки. Каждая конструкция заканчивается точкой запятой, что операция завершена. И вот здесь, вот здесь, без такого понимания, как тес, дес, кто как называет, чуть ли не дык, дес, не обойтись. Так вот, вокруг этого дес мы будем крутиться. Почему? Потому что в классах без него не обойтись. Ну ладно. Хорошо. Теперь мы параметру name присвоим значение. Name, он нам помогает. Ни черта, она не помогает. Не то она сейчас выдала. Я то выдавала, то что надо. Ладно, напишем сами. Не хочется. И слово word. Присвоим значение. О, вот тут молодец. Вот так. О, это хорошо. JavaScript сам по себе чем крут, потому что вот эта стратегия разделения области видимости и контекста, она является, в принципе, самой мощной и позволяет писать абсолютно сложнейшие вещи. Но загвоздка в том, что дес всегда ссылается на текущий объект. Так вот, а вот что является текущим объектом в данный момент для программы? И есть задача разработчика. Одни разработчики это понимают, исходу считывают, другие этого не понимают. И тыкаются, и ищут ответы. Надо один раз разобраться, один раз навсегда. Это не учебный материал, это просто показывает саму проблему. Чем хорош JavaScript, что мы можем просто функции сейчас сделать, по сути дела, переменной и работать с ней. Ну, иными словами, say говорить, да? Ну, будем вот, сделаем так, возьмем переменную say, присвоим ей значение функции. То есть, получается, функция выражения, да? Вот чем классен JavaScript на ходу. Берем, присваиваем и просто пишем функцию. Это очень круто, ребята. Ну, и здесь у нас будет самое простое. Она будет нечто вводить. Будет вводить именно те наши первичные параметры, которые мы назначили. То есть, this name плюс у нас здесь будет строка. Пробел поставим. Будет звучать так. Буфсмонский говорит, у вас получится выучить язык. Так, здесь поставим вот так и так. Плюс. Тест ворд. Нам надо ворд. Слов. И ставим здесь точку запятой, так как закончено. И после функции ставим точку запятой. Вообще, здесь где-то я видел расширение, которое заканчивает, чтобы не ставить точки. Итак, теперь давайте попробуем вызвать эту функцию, проблему на... То есть, этот класс, поработать с ним проблем с этим у нас точно не будет. Для того, чтобы использовать класс, мы просто создаем его экземпляр. Ключевое слово new. Наш класс называется ok. И напишем, то есть заполним и name и word. У нас два параметра, значит нам надо передать два аргумента. С параметрами и аргументами мы очень хорошо разобрались. Сейчас момент, отвлекусь и скажу. Ребят, обратите внимание, что делаем в школе. Когда мы с нуля, то есть мы изучаем функции Python, функции Contlin, функции GC. Так вот, Python надо уделить хотя бы неделю, чтобы у вас происходило три вещи. Вещь номер один. Вы четко понимали параметры. Здесь в GC все просто. Здесь просто они называются формальными параметрами. Но мы там разбирали, что там есть законы определенные. Да, в Python там все разложено по полочкам. Но почему я говорю, что с Python надо начинать? Потому что Python сам по себе закладывает классическую систему. Надо, чтобы у вас в голове была какая-то система. Понимаете? Если ее нет, то можно увидеть люди, которые начали с JavaScript. И вот примерно делают так. И ставят именованный аргумент. Ну, блядь. Да, даже на сайте MDN написали два года и искали ошибку. Потом разрешили. Я уверен, что изучив Python и имея уважение к языкам, у вас просто рука не поднимется. Ну, это примерно, вы знаете, вот так делать, это место спасибо продавцу говорить что-нибудь другое, грубое слово. Вот пришлю в магазин, ну, там, или там соседу. Что, он что-то дал. Вы ему говорите вместо спасибо что-нибудь там, ты дурак, да, или что-то такое. Поэтому, ребят, да, в JavaScript вам скажут, это можно. Ну, конечно, можно. Но есть же какое-то уважение к языку. И вообще к системе. Ведь на сайте MDN написано, JavaScript придерживается функционального программирования. Да, это можно. Но, как я говорю, можно же и остановку хрызть. Так, ну, это ж никто не делает, потому что зубы поломаются. Почему должна быть система? И еще один момент расскажу. В разработке. Второе, что у вас должна быть, система отработки кода. Я показал 30 уроков, и мы как раз вошли в классы, да, Python. Нет системы отработки кода, ничего не будет. Будете стоять на месте. Пошли дальше. И нам надо передать два аргумента. Для новичков поясняю. В скобках, неважно, это функция вот здесь, в скобках, или класс, всегда параметры. Передаются в класс, функцию, аргументы. Не путайте это. Потому что зачастую, конечно, называют и здесь аргументами программисты друг друга понимают. Я понимаю, но для себя просто вот уточнить, чтобы это было как-то у вас разделено. Параметры записываются, аргументы передаются. Все банально просто. Первый аргумент передадим слово Бовсуновский. Для новичков кавычки мы будем изучать, как раз я подвожу к тому, изучив функции, мы пользовались таким вещами, как строки, да, которые обозначаются кавычками во всех языках. Java, Python, DC. Ну, они, в принципе, воспринимаются, как это сказать, интуитивно. А вот когда прошли функции, да, мы уже будем в трех языках изучать типы данных с классами. То есть нам важно писать. Я начал именно в школе с функций, потому что я давал по классической системе когда-то вот там, вот это тип данных, вот строка. А потом, помню, в 2009 году себе и сижу, и думаю, ну, изучаю эти типы данных. Это когда я писать буду. И поэтому сейчас я начал с функций. Разобрать, как работает функция или вот сейчас, как работает класс, здесь ничего сложного нет. А вот тут нам начинает, мы начинаем понимать, что нам не хватает данных, типов данных. Мы понимаем, их надо изучать. То есть у нас, получается, сейчас появилось зачем. Ну, посмотрите уроки, поймете. Итак, поехали. Второй аргумент передадим. Писать код будете точно. Вот так. Так, я не там немножко написал, поэтому сейчас я удалю. Чем мне нравится Visual Studio, что даже есть расширение, которое по-разному разукрашивает скобки. И сразу читаем их. Желтенькие, да? Класс. Это класс. И легко читается. И теперь мы запустим эту программу. Так, мы ее не запустим, потому что нам надо вызвать чего-то. Мы хотим вызвать функцию say. Так как мы, экземпляр у нас есть, то нам надо просто сейчас написать переменную бувсновский. И имя нашей функции. Все как в Python. Мы это все недавно проходили, поэтому кто в школе, это ничего здесь сложного нету. То есть все по аналогии делается. И вот здесь поставим, так, чтобы было правильно. И в принципе мы получили, в основном сказали, писать код будете точно. Это на 100%. А вот теперь начинается очень интересное. Давайте добавим к нашему, к нашему, в наш класс метод. Да, мы посмотрели методы. По сути дела, если, допустим, в Python это называется как функция, то здесь нет никаких обозначений. По сути дела, можно добавлять метод, просто написав любое имя. Да, они бывают именованные, безымянные. Давайте так, классами мы займем чуть позже, очень подробно. Сейчас я только в рамках кода рассказываю. Итак. Назовем его 10 раз повторить слово. Пусть это будет 10 слов. Words. 10, да? Ну, не замысловато, согласен. Ага. Не, мы сделаем Не метод, сделаем, напишем функцию. Во, это будет правильно. Сделаем выражение. Когда переменная прислабавится к функции, получается выражение. Потому что я писал и так, и так, но так более понятно будет, более наглядно. Итак. Теперь давайте напишем лет. И здесь сразу пишем, что для этого надо понимать, чтобы разделять контекст. Я сразу пишу. Первое. Let. Const. Var. Мы с вами изучали в Python переменные, в Kotlin. Первое, с чего мы потом займемся, это разберемся с переменными. А именно с их областями видимости. Это дальнейшие уроки будут. Я просто показываю, чтобы нам очертить круг, чтобы принимать правильное решение по ТЭС. ДЭС, то есть области видимости. Плюс какие вообще бывают. Потому что, допустим, когда мы работали в школе, сейчас я рассказывал систему и входили в классы, да? Разработка. То мы сразу, в первую очередь, подошли к тому, что начали разбираться с областями видимости. И самое интересное, в документации. Именно Python так описано. Так вот, область видимости, это очень важная вещь. Вот это мы будем изучать. Забиваем себе, да? Следующий момент. Пока пишем, то есть след определяет эту локальную переменную. Иными словами, все будет видно, в данном случае, в пределах функции. Коммунат. Подсчитаем. Так. Ноль. Вот нуля. И максимально. Пусть присвоим значение будет 50. Раз. 50 этих слов. Теперь константа. Константа это то, что никогда не изменяется. Наверное, понятно. Это у нас будет время. Присвоим значение. Есть встроенные функции. SetInterval. Function. Так. Чего-то я здесь не то выбрал. Да. Не то. Все правильно. А вот неправильно. Вот эта скобка нам, по-моему, не нужна. Вот так сделаем. Сейчас посмотрим. Так. Смотрим, да. SetInterval. Function. Не, нужно. А где же мы будем писать время? Просто сейчас сделаем по-другому. Чтобы было более понятно. Сделаем вот так. В нее мы ничего не записываем в функцию. Вот сейчас у нас как-то более понятно. И вот здесь смотрите, что мы делаем. Мы опять берем Tess. То есть сейчас произносим такую фразу. То, что надо запомнить раз навсегда. Tess. Dess. То есть, Dess. Я все время Dess. Я по-немецки пытаюсь прочитать. Dess всегда ссылается на текущий объект. А вот что является текущим объектом это и есть задача программиста. Либо видит, либо нет. Ну хорошо. Просто пишем. Мы хотим сослаться Dess на функцию Say которая у нас заложена в параметрах конструкции класса. И чтобы по сути дела вот здесь сейчас мы поставим 10 10 здесь поставим запятую. Вот так правильно. Но я вижу, что пока подчеркивает. Потом разберемся. Так вот 10 раз будет приносить это слово. Мы просто берем стандартную функцию которая уже есть в JavaScript и пишем его по примеру. И выбираем Say то есть чтобы отработала наша функция которую мы написали ранее. Которую мы заложили в конструктор. Так пропало все правильно. Теперь будем добавлять count плюс 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 и напишем маленькое условие. count count max мы указывали 50 и тело будем инструкции закончить. Очистить clear clear timeout и у нас по моему указывали по моему указывали t да timeout t ну вот t да все правильно время timeout и ставим что нам осталось сделать это чтобы мы что-то могли вернуть ну вернем опять t s вернем нашу переменную так ну вроде бы и все вроде бы и все ну что ж давайте теперь попробуем вызвать Бовсуновский и что мы будем вызывать ведь она по сути дела в классе находится да word 10 10 раз повторить word 10 так секундочку чего-то чего-то сейчас я посмотрю ага все понятно сейчас посмотрим потому что работать не должно вообще-то и единственное что ага вижу не дописал и действительно дэссэй и сне функцион фанкшн и с нот афанкшн не существует давайте разбираться итак то есть когда мы попытались использовать нашу нашу переменную то уже не получили получили другой результат да мы возможно надеялись что сейчас дэс будет будет сработает и мы же его аккуратненько и вернули то есть заставили давайте попробуем убрать возврат ну вообще функция может ничего не возвращать все равно мы получаем исключение да даже это понятно просто ее нет давайте думать значит все-таки получается когда мы вызывали болсановский say то в данном случае тез ссылался на понятный нам объект и вызывал функцию say то есть это понятно в текущий момент это была функция say здесь мы себе представили что в принципе ну а что мы такого сделали мы взяли переменную взяли функцию ведь мы находимся в одном классе и попробовали здесь применить сослаться на say чтобы вывести вот эти два слова нам да но уже 10 раз их сделать почему потому что мы взяли встроенную функцию javascript написали сколько раз 10 и по сути дела учитывая что мы находимся в одном классе ну по сути должно же считываться каким-то образом а вот хрен два потому что область видимости и контекст абсолютно разные вещи я понимаю сейчас новичкам очень трудно разобраться мы сейчас разберемся что будем делать чтобы это считывалось и вот что делать выход очень простой есть даже два написать стрелочную функцию абсолютно верно абсолютно верно если мы читаем тест да вот если новичок откроет то в принципе будет читать нам вряд ли что-то будет понятно давайте тогда сейчас немножко составим план а как же начать все-таки это понимать почему это во-первых надо понимать а потому что если вы хотите действительно уверенно писать на JavaScript то это одна из основных концепций JavaScript на которой вообще все построено иными словами разделение области видимости и контекста выполнения большинстве разработчиков и ваш покорный слуга Бавсуновский когда-то считал что области видимости достаточно и в принципе все но почему-то получалось вот такие вот ошибки да пишешь пишешь потом думаешь ну что за хрень область видимости вроде бы понятно вроде бы понятно в реальности получилось что если человек более опытный и который в принципе отдал время и разобрался то он считает сразу давайте по порядку берем основное правило тес дес всегда ссылается на текущий объект в первом случае когда мы вызывали просто бавсуновский сей мы мы четко понимали у нас это отработало что текущий объект для тес является дес это function наша переменная сей и угадали по сути дела получается угадали здесь мы создали переменную получилась у нас функция выражения так как когда функция выражения когда переменной присваивается функции это тоже крутость javascript взяли присвоили погнали писать на ходу это круто а вот проблемы начались из-за нашего незнания вот здесь это встроенная функция как только мы применили z interval set interval наша this перестала ссылаться как мы думали на сей а начало ссылаться ну будем говорить просто вот сюда вот сюда вот где я семерочку пишу вот сюда глобально если бы это был браузер то сейчас бы она ссылалась на окно и выдала по ошибку выдала по ошибку еще а потому что оно начало ссылаться не на вот это а совершенно на глобальной и нам написало type error to say is not a function нет ну и дальше time out обратите внимание то о чем я говорил то в чем надо научиться разбираться не смотрите что код для новичка сложноватый самое главное понимать смысл то есть смысл в чем что когда у нас отсутствуют знания по контексту куда ссылается на что ссылается да и конкретный момент времени а это ведь он ссылается на конкретный момент на какой-то объект в чем в чем разница и в чем надо дальше разбираться мы себе записали давайте очертим круг итак то да мы дальнейшем уроке начнем начнем с самого простого сейчас мы исправим этот код ребята чуть попозже итак ну во-первых чтобы начать чего-то считывать надо комплексные знания здесь с кондачка по примеру не пойдет почему потому что в одном разберетесь придет вторая какая-то ошибка значится первое нам надо разобраться лет конст и вар области видимости это во-первых ключевые слова и понять вообще какие области бывают глобальная локальная логическая то есть соображать и считывать это моментально но это еще не все поэтому я составил целый план чтобы дать в школе и один раз разобраться сейчас секундочку следующее следующее что нам надо разобраться а как вообще в javascript как вообще в javascript а их всего два переменные хранящиеся хранящие значения и ссылки если мы в этом не будем понимать то как мы сможем принять решение это вот та информация которая нам понадобится она очень простая но ее надо знать как вообще в javascript сохраняются данные да передаются передаются данные и в python я на это обращал внимание ведь это очень важно в javascript передаются данные переменные хранящие значения и ссылки а у нас получается на самом деле если мы смотрим то у нас же получается переменная ну во первых если мы не можем сходу установить и не знаем как передать где хранится значение есть значение а есть ссылки ага мы добираемся до чего давайте разделим оказывается это надо рассмотреть чтобы понимать разницу действительно я вам скажу ну в объект объекты обращение идет к значениям а в других местах это ничего надо разбираться будем разбираться нам еще не даст ответа на этот вопрос что-то у нас не хватает здесь нам надо разобраться с такой вещью как поднятие в javascript переменные в javascript перемещаются перемещение по областям видимости не смотрите что страшно это не страшно это надо один раз понять иными словами получается то наши переменные могут перемещаться вверх и это происходит постоянно ребят успокойтесь в коде они остаются на одном и том же месте а вот в памяти могут перемещаться именно поэтому сначала можно вызвать переменную javascript а потом объявить это круто но опять это путы но это надо разобраться для принятия решения конечно мы могли бы пойти сразу с места в карьер и просто себе дописать как использовать ключевое слово тест и специальные методы да вот методы дают напрямую использовать но это не решает задач кода без выше да вот этих понятий в конце концов давайте поймем с чем разбираться вообще чтобы вот глянем на код вроде области видимости надо понимать где что видно ну надо а вот с чем разбираться пока непонятно а разбираться с двумя вещами я как раз в начале это говорил сейчас повторю наверное заострим внимание прежде чем решать вот это я говорил в начале ну во первых давайте теперь переосмыслим реализация области видимости контекста это уникальная особенность языка по сути дела если мы начинаем изучать java script и пытаемся изучать в принципе как например python у нас ни хрена не получится мы понимать будем писать не будем по одной простой причине потому что python он предупредит да если неправильно написал он сразу выдаст исключение дальше не пойду давай исправляю ошибку здесь происходит допустим мы работаем сейчас с нода здесь вообще два процесса происходит первый процесс интерпретации второй сначала процесс интерпретации да и компиляции почему интерпретирует язык а компилирует допустим нода на V8 то есть а движок он компилирует и именно благодаря компиляции и перемещается то могут перемещаться переменные поэтому планирование кода без разделения этих понятий нельзя наконец-то мы начинаем понимать вообще одну вещь вот сейчас нам этот пример дал каждый вызов функции имеет как область видимости и связанный с ним контекст иными словами вот мы видим код который у нас не заработал в данном случае у нас получается есть и область видимости которую мы не учли абсолютно есть новая область видимости и связанный с ним контекст то есть а контекст ребята что такое контекст в понятии GC это ключевое слово ДИС ДИС то есть ключевое слово ДИС у нас ссылается на что-то да вопрос на что это и есть нам как-то рассмотреть мы говорили на текущий объект значит наконец-то мы приблизились к самой сути и мы можем написать в конце но это в начале да вообще было правильно написать ну я лучшего определения не видел но оно сложновато мы его сейчас пропишем чтобы выделить цветом другим и все у нас здесь появилось а вот тут то мы начинаем понимать а в чем вообще наш нам надо разбираться в последующих уроках чтобы понять концепцию да и писать область видимости основана на функциях и действительно мы можем посмотреть у нас есть функция да тут функция да и получается класс здесь и у класса есть своя видимость область видимости у функции есть область видимости здесь есть область видимости и получается взяли встроенную функцию и получилась еще одна область видимости Есть область видимости, ее мало. Почему? Потому что если бы хватало, то по сути дела, ну с одной стороны, вроде как, цель, на которую мы сослали сюда, это же все находится в пределах все-таки одного класса, но мы получаем исключение. Функция не видна, ее не существует. А вот теперь давайте вдумчиво, да, то есть стоит ли нам все это изучать. Итак, сначала, область видимости относится к доступу к переменной функции и уникальна для каждого вызова. Иными словами, мы правильно себе поставили задачу понять область видимости. Без этого даже лезть не стоит. Иными словами, мы должны были считать область видимости вот этой функции, область видимости класса понимать, считывать сразу моментально. Область видимости вот этой переменной, которая является выражением для функции, область видимости встроенной функции, разобрались. И добавить, сразу же в процессе считать контекст, это всегда значение ключевого слова тыс, дыс. Зыс, дыс. Получается, получается такая петрушка, что для того, чтобы писать код и думать кодом... А, ребят, смотрите, что объясняют разработчики. Разработчики объясняют, что контекст был придуман для того, чтобы размышлять им при планировании кода. И тут, наверное, все-таки в JavaScript, как отмечают многие разработчики, запутали людей. Именно я должен был размышлять и вы контекстом, да? Когда мы писали функцию, вот это давайте нам надо поставить на место. Поэтому планируем дальнейшие занятия, которые... Контекст – это всегда значение ключевого слова тыс. Ну, здесь все понятно. Везде мы наставили этих ключевых слов тыс, или сказать можно так дык, дыксей по-белорусски, да? Дык пусть будет так, дыксей. Это не имеет значения сейчас, потому что все равно ошибка-то есть. Значит, который является ссылкой на объект. Ну, слава богу, здесь мы все дело поправимо у нас. Оказывается, мы себе уже вбили. Дальше нам надо разобраться. Вообще, хранение переменных по значению и по ссылке. Оказывается, в JavaScript есть большая разница, действительно. То есть, когда ссылается на объект напрямую, а когда у нас ссылка. Иными словами, как это можно объяснить? Мы дальше изучим. А в JavaScript есть такая интересная особенность. Вот представьте себе директорию. Например, в одном случае в JavaScript что происходит? Так, где бы мне создать директорию? Пусть здесь. В одном случае происходит следующее. Создается область в памяти. Это пусть будет... По ссылке. Ну, грубо говоря, как ссылки на сайте. Вторая. Доступ к самому объекту. Иными словами, когда по ссылке мы, допустим, создадим документ. Ну, чтобы вы понимали общий смысл, что мы будем изучать. Пустой документ называется C. Это, считайте, хранение... Грубо, да? Хранение нашей функции. Вот здесь бы происходило, да? И когда мы по ссылке обращаемся, то обращаемся к функции сей. Но мы, когда добавили... А добавили мы z-интервал, то оказалось, что сейчас получилось примерно то же самое. Создалось у нас z-интервал. И теперь нас... Ты ссылается вот сюда, в эту директорию, вместо вот сюда, на сей, да? Так вот, надо мы себе в билл разобраться, потому что есть по ссылке, а есть к объекту. А когда к объекту, получается, мы создали пустой документ и назвали его там сей2. Взяли, сделали какие-то действия. Если по ссылке мы откроем объект и название будет сей, то, когда обращение к объекту, то указывается уже не сей... Сделали какие-то действия. Уже не сей2, а сей3. То есть меняет сам объект. И это нам надо будет выяснить и понимать это. Без этого понимания мы не сможем планировать код. Теперь нам надо учесть механизм понятия. То есть переменных, иными словами, что в первую очередь переместится в память. Пусть это не сильно влияет сейчас, в данный момент, но влиять в момент и будет. Конечно, и изучить, как использовать ключевое слово DES и методы. Ведь ввели специальные методы, которые, в принципе, напрямую. Спасут они нас или не спасут, вы потом посмотрите сами. Теперь понимаете, что на самом деле, чтобы разобраться в этой стратегии, надо, по крайней мере, знать какой-то минимум. А теперь давайте попробуем как-то подправить наш код. Давайте чудотворить. И попробуем опереться на контекст. Это всегда значение ключевого слова DES, которое является ссылкой на объект, которому принадлежит текущий исполняемый код. И смотрим вот сюда. В данном случае мы думаем, мы пишем и предполагаем, что написав this say, то есть в данном случае контекст будет принадлежать вот этой вот функции. Мы на нее сослались. И мы предполагаем. Теперь, ребят, смотрите, важно. Вот это мы изучим. Вы поняли, что без этого мы не примем решение. Это черные пятна, белые пятна сейчас. Но сейчас, смотрите. Я хочу, чтобы сейчас прямо в уроке вы разделили в голове два понятия. Это архиважно. Почему? Потому что тогда будете понимать, что мы будем дальше изучать. Смотрите. Мы рассуждаем так. Есть область видимости. Переменный эссей, который присвоен назначению функции. Называется выражение. Функция выражения. И когда мы писали код, мы размышляем. Создаем функцию выражения. Внутри нее создаем новую константу. И встроенную функцию zInterval. Дальше. Которая что у нас должна сделать? Вывести 10 раз слово. Вывести 10 раз слово, а в тело функции вбиваем. This say. Вот эти два слова. Два параметра. Значения которых аргументы мы передали. А теперь мы упустили что? А мы не брали в расчет контекст. Мы не брали в расчет контекст вместе с областью видимости. А размышлять мы должны были по-другому. Мы должны были сразу подумать, что вот это область видимости. И когда мы создали новую область видимости, функцию, рассматривать функцию как область видимости, и определяя ключевое слово this, this, как контекст. Как контекст и задать себе вопрос. В этот момент времени исполняемый код принадлежит ли функции say? Нет, не принадлежит. Почему? Потому что z-interval создала новую область видимости. И теперь контекст, то есть исполняемый код, ключевому слову this, this, принадлежит не чему-то иному. Вам домашнее задание. В браузере можно вбить не только строку, но там есть возможности, по-моему, в Chrome. Сейчас посмотрим. Проверьте это. Настройки. Ctrl-Shift-I. Да, точно, вспомнил. Я Chrome мало пользую сейчас. Enter. Undefined. Да, оно вывело undefined. Почему? Потому что в JavaScript в любом случае внутри языка значения переменной присваиваются. Если нет никакого значения, присваивается undefined. Зачем это сделано? Потому что JavaScript работает и с браузерами. А чтобы браузер не падал, поэтому так и придумали. И получается, что код вроде есть, а работы нет. И теперь изюминка, которую вы, наверное, сейчас поймете. Мы должны были задать себе вопрос. Когда мы написали ключевое слово DESS, а чему сейчас принадлежит текущий исполняемый код? По нашему разумению, функция переменной say. А вот по разумению JavaScript неизвестно чему. Вообще ничему. Мы же получили. Здесь. Вообще не определено. Ее просто не существует. Мы даже могли попробовать сделать так. Взять Бусуновский и взять функцию setInterval. и попробовать запустить. Все равно нам бы не дало идти. Оно пишет, что ошибка. Надо исправлять. Этот код мы исправляем довольно просто. Зная и понимая. Тут я вижу два выхода. Мы один из них сейчас используем. Перед вот этой функцией мы создадим еще одну область видимости, чтобы создать еще один контекст. Все просто. Создадим еще одну переменную константа. Назовем ее пусть bov и проверняем к this. Иными словами, рассуждаем мы теперь так, что мы создадим новую область видимости. И чтобы нам стало видна say применим эту переменную. bov say Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, что у нас будет получаться. Так. Ну, во-первых, нам надо вот так сделать. Теперь мы запустим код. Все. Программа отработала корректно. Буфуновский говорит, пиксать код будете точно. Так вот. При написании кода, при планировании кода, жава-скрипт, надо рассуждать и областью видимости, и контекстом. Область видимости мы себе вбили, да, мы разберемся. Сложного здесь ничего нету в дальнейших уроках. Важно с этим разобраться очень серьезно, вот как мы разбирались в школе в Python, да, когда я ребятам сказал, вы знаете, что функции, например, Python, да, мы работали с официальной документацией, и ну, что такое, по сути дела, написать функцию вот такую, да, взять там, сейчас возьмем файл пай какой-то, напишем там некую функцию на Python, он. да, сделаем так. и запустим этот файл. Сейчас поймете, о чем я говорю. Так. Так вот, я нашел, что дело 7 часов, а должно происходить 3 вещи. Мы должны были моментально считать, что для Python это позиционные аргументы, мы должны были четко передавать, знать, что нам передать до вызова. Мы должны были знать исключения. Я четко понимаю, что сейчас выдаст два исключения, что отсутствует два обязательных позиционных аргумента. Пока я их не передам, Python дальше не пойдет. когда я их передаю, тогда язык отрабатывает нормально. и вывожу. Так вот, я нашел 7 часов, но это должно отлетать. мы постоянно должны задаваться вопросом комплексно и задавать себе вопрос и отвечать на него именно в коде. когда я использую ключевое слово this, то есть, а какой код будет выполняться в данный момент. Ссылка на какой объект в данном случае, если здесь было, уберем это, закомментируем. это закомментируем, оставим на какой объект, на какой объект, на какой объект, на какой объект, бас не работает, нет этого объекта. вот тогда, когда мы размышляем с двух позиций и область видимости и контекстом, какой исполняемый код в данный момент принадлежит ключевому слову this. При этом четко знаем, ключевое слово this ссылается на текущий объект. Что является текущим объектом? По нашему разумению, мы написали say и подумали, в данном случае, ключевое слово this ссылается на текущий объект say, а оно ссылается почему-то на объект z-interval, потому что это совершенно иная область видимости. мы можем попробовать закомментировать, можно и дальше, просто уже много времени. И только то, что мы ранее вывели, да, c отработало, ворс не отработало. Нечего нам возвращать. Мы могли бы здесь сделать так, попробовать. Это было бы неправильно. Или правильно, мы не знаем, если мы точно не знаем. и отработать. Но все равно программа ведь ничего не написала. Почему? Потому что нам то надо то вернуть. То, что было здесь, мы могли новую функцию написать. Понятно, что но когда мы начинаем рассуждать именно с позиции и области видимости и контекста, то есть смотреть, а что есть текущий объект для this, this, то есть. в данном случае, когда было this say, он ссылается на текущий объект вроде бы сюда, но this сейчас ссылается уж точно не на say, потому что z-interval у нас внесла глобальную область видимости, у нас здесь локальная глобальная и видите как сложно сейчас это понимать, поэтому сейчас будем заканчивать и подводить итог, но как только мы в пределах функции создали новую область видимости, все наша функция заработала как миленькая делаем вывод из этого видео становится понятно да, оно долгое да, длинное но по крайней мере мы сделали вывод что нам надо рассуждать и об областях видимости и о контексте а контекстом у нас всегда является ключевое слово дес которое ссылается всегда на текущий объект а вот что для этого текущего объекта является исполняемым кодом в данный момент вот это вопрос если мы не учли и не задали этот вопрос вовремя то мы не получаем кода мы никогда не додумаемся почему потому что мы не рассуждаем мы просто пишем ну как большинство программистов пишут дес дес и пошли дальше писать а надо задавать этот вопрос почему ставим ближайшие задачи вот следующие уроки разобраться во всех этих вещах разобраться что такое ред конст вар и области видимость какие бывают и связать это с дес тогда будет понятно как вообще передаются данные и как вообще связать с дес механизм поднятия и как это связано с дес и уже потом добраться как вообще правильно использовать ключевое слово дес и уже как палочка выручалочку методы то есть нам надо настолько покрутить но смысл такой что для этого учитывать сразу комплексно когда мы это изучим начать учитывать две вещи область видимости мы должны в коде считывать область видимости комплексно воспринимать это мы будем учиться область видимости и правильно было сказать связанный область видимости переменной или функции и связанный с область видимости переменной функции и связанный с вызовом контекст иными словами научиться разбираться что является текущим исполняемым кодом для дес и заканчиваю цель этого видео и было поставить перед вами кучу вопросов которые мы разгребем но как только вы их разгребете мы маленький пример взяли много говорили я согласен разгребете у вас знаете станет JavaScript приятным еще потом 12 стратегий изучим они несложные совершенно одна из них уже есть одна вот допустим одна из стратегий это как хранятся переменные то есть стратегии простые на самом деле там 2-3 примера и понятно и все ребята JavaScript у вас будет в кармане потом можно изучать данные классы функции мы изучили то есть но рассматривать угол зрения сформировать тогда JavaScript будет все в порядке в любом ином случае нифига не получится изучайте несколько языков это очень важно почитайте что зачем как spb-tut.ru